В Шумкенте сегодня отмечают День города. С утра в парках установили юрты Алтыбака. На у монумента 550-летия казахского ханства собрались делегации со всех районов области. Сотни горожан, несмотря на дождь, пришли на праздничную площадку. И среди гостей праздника наш корреспондент Катерина Попкова. Она сейчас с нами на прямой связи. Катерина, добрый день. Скажите, пожалуйста, чем сегодня будут удивлять гостей праздника организаторы? Здравствуйте, Алмаз. Праздничная программа очень обширна. С утра у нас шел сильный дождь, но, кажется, шимкенцы ничего не хотят пропустить. К монументу 550-летия казахского ханства народ продолжает идти. Сюда из всех районов области привезли юрты. В них накрыли праздничные дастарханы. Отведать угощения может любой желающий. Вокалисты и танцевальные ансамбли радуют зрителей своим творчеством. И даже погода никому не портит праздничное настроение. Многие вспоминают прошлое, теперь уже крупного мегаполиса, говорят о его будущем. Праздновать день рождения шимкента у нас начали еще задолго до важной даты. Благоустраивали город, проводили спортивные состязания, выставки, открывали новые объекты. В общем, делали все, чтобы угодить имениннику. Шимкенцы любят отмечать праздники с размахом. Рядом со мной сейчас находится активистка города Диана Мерсиева. Диана, расскажи, в каких мероприятиях ты уже успела принять участие? Мероприятия, посвященные празднованию Дню города, были начаты уже неделю назад. И очень радует, что мы успели поучаствовать везде. Это и субботники, это и Мишимкент, разного рода спартакиады. Мы все ждем этого праздника, День города наш любимый праздник. Каждый из нас чувствует себя членом большой семьи, имя которой город Шимкент. И, конечно же, хотелось бы поздравить всех шимкенцев с Днем города, пожелать всего самого хорошего, благополучия, счастья, процветания и дальнейшего развития. Спасибо. Но сегодня многие жители с грустью признают, что просто не успеют быть в нескольких местах одновременно, чтобы посетить все праздничные мероприятия. Организаторы запланировали на сегодня очень много. В эти минуты, например, уже начались состязания по национальным спортивным играм Байга, Кункур, Куску, где общий призовой фонд 2 миллиона тенге. В эти минуты идет нешуточная борьба. Чуть позже на площади Науры начнется фестиваль «Золотая осень». Там обещают выставить шедевры из фруктов и овощей. Там же развернется этно-аул в стиле Восточного базара. Планировалось закончить праздник с огоньком, красивым, пиротехническим шоу. Но тут природа все-таки внесла свои коррективы. Правда, шимкенцы смогли даже такой пасмурный день сделать праздничным. Сегодня все желают друг другу счастья, добра и, конечно, процветания любимому городу. Алмаз. Катерина, спасибо большое. Напомню, это была моя коллега из Шимкент. Катерина Попкова там сегодня празднует День города.